День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Интерактивный домашний очаг. Сегодня в России официально стартовал год семьи. Перекличка трудовой славы. Школьники 63-х городов сегодня провели специальный телемост. Теремок на поляне. Моя маленькая ферма скоро станет большой. В России официально стартовал год семьи и сегодня эту эстафету подхватила Рязань. Форум «Семейная губерния» во дворце спорта Олимпийский – это интерактивные площадки, развлекательная программа и зажжение домашнего очага на ледовой арене. Форум представлен четырьмя направлениями – спортивной, здоровой, нарядной и музыкальной губерниями. Вот с музыки как раз и начали. Семейной концертной программы в исполнении камерного оркестра. У нас сегодня уникальные мастер-классы робототехники, у нас музыкальная губерния, у нас веселые спортивные танцы и все это сегодня на нашем форуме. Такие мероприятия станут доброй традицией. Первый форум мы провели 25 декабря в Сосновом Бару. И он также был очень востребован, и мы решили, что такой формат очень нужен семьям. Такие мероприятия будут проводиться у нас в течение года. Наверное, для каждой семьи, каждый год особенный, не только в год семьи, просто в год семьи будет больше мероприятий, которые нацелены на семью, для того, чтобы раскрыть потенциал, который есть в нашем регионе, в нашей стране. Сегодня во дворце спорта Олимпийский почти тысячи человек, и каждый из них уверен – «Семья – основа благополучия жизни». С официальным открытием года Рязанцев поздравил глава региона Павел Малков. Старт мы даем здесь вместе с вами. Вот надо сказать, что наш президент Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой семьи, и сохраняется такая твердая связь поколений. Традиции эти обязательно нужно развивать, нужно их сберегать. Для нас вообще, для всех, большая и крепкая семья – это норма, и это образ жизни для всех народов нашей страны. По словам главы региона, в этом году работу по эффективной поддержке семьи, а также воспитанию исконно русских ценностей в сердцах подрастающего поколения будут вести особенно активно. Мероприятия охватят практически все сферы жизни – от образования и культурно-просветительских компаний до создания социальной инфраструктуры. Да и денег добавят. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». От министерства и ведомств теперь я буду требовать максимального доведения средств до муниципалитетов, а от властей на местах четкого администрирования этих денег. Если будут сорваны программы, потом не обижайтесь. Об этом говорил Павел Молков на правительстве, не потраченные деньги в районах – нарушение финансовой дисциплины. Такие эпизоды у губернатора уже вызывают раздражение. Финансово прошлый год для Рязанской области стал одним из самых успешных. Денег хватало на все, и региональная власть ими легко делилась со всеми муниципалитетами, без исключений. Мы уже сейчас видим предварительно, что темпы доходов наших составили, собственные доходы, 69 миллиардов рублей. И в итоге мы выходим на цифру в 108% к уровню 2022 года. То есть цифры очень хорошие, очень позитивные. И рост отмечается хороший по налогу на доходы физических лиц, по налогу на прибыль. В итоге за счет поступления дополнительных доходов в 2023 году, за счет средств из федерального центра, и вот та подушка безопасности в виде остатков, которая у нас осталась в 2022 году, позволила нам в ходе исполнения бюджета 2023 года дополнительно направить свыше 9 миллиардов рублей на реализацию социально значимых мероприятий. Мало того, общая затратная часть регионального бюджета перевалила за 100 миллиардов. Такую цифру по расходам региональные власти фиксируют впервые. Но это на бумаге. В реальности в некоторых районах деньги из областной казны потратить не успели. И Павел Малков знает, почему. Я требую от министерств и ведомств максимально оперативного доведения средств до муниципалитетов, потому что в прошлом году зачастую месяцы теряли. Потом деньги эти попадают в муниципалитет, потом конкурс еще, и от строительного сезона уже остается всего ничего. Соответственно, от органов местного самоуправления требую грамотного администрирования этих средств. От подготовки заявок на получение финансирования до проведения закупок, до последующей отчетности, приемки и прочего. В этом году подходить будем намного жестче. Соблюдение финансовой дисциплины на местах губернатор теперь будет курировать лично. Более того, ответственность теперь будет прописана в бюджете. Это будет называться оценкой финансового менеджмента. Тех, кто не сможет перестроиться и снова будет нарушать, накажут рублем. Вернее, просто заберут часть субсидий и перенаправят их более ловкому. Сегодня памятная дата для всех городов трудовой доблести. День тружеников легкой пищевой и текстильной промышленности. В школе номер 76 провели телемост со всеми представителями таких городов, а их сегодня, включая Рязань, 63, в основном общались школьники. Они провели перекличку и подписали открытки добрыми пожеланиями. Владимир, Нижний Тагил, Кострома, Ступино, Воркута и Сызрань. Телемост между 63 городами трудовой доблести объединил школьников со всех уголков страны. Рязань получила это почетное звание лишь в прошлом году. Всего на звание город трудовой доблести было отправлено 28 заявок. Десять из них его получили, включая наш город. Я являюсь коронавирусом жителем города Рязани. Для меня это очень важно, что наш город получил такое гордое звание. Я считаю, что это было сделано заслуженно, так как наш город в период Великой Отечественной войны снабжал боеприпасами и всякими продовольствиями. И даже каждый сотрудник завода, предприятия, которым этим занимались, был готов взять оружие в руки и отдать свою последнюю кровь ради защиты нашей Родины. Во времена Великой Отечественной войны Рязанская область переориентировала предприятия легкой пищевой и лесной промышленности и стала производить военную продукцию, боеприпасы, запчасти для самолетов, а также сукно для шинели, маскировочные костюмы, сети, солдатские сапоги. Нынешний телемост призван объединить школьников из городов трудовой доблести и дать четкое понимание того, насколько важно присвоение этого звания. Сегодня ученики нашей школы принимают участие в очень интересном и масштабном проекте, который был организован Ступинским историко-крывическим музеем совместно с движением первых «Город трудовой доблести – город моей гордости». Итогом этого телемоста станет посткроссинг, то есть подписание открыток и отправка их в другие города трудовой доблести. В итоге мы в течение нескольких месяцев будем получать открытки из разных уголков России с добрыми пожеланиями школьников разных городов. На открытках наиболее узнаваемые места каждого населенного пункта. Они будут отправлены по почте. Когда коллекцию соберут полностью, ее представят на уроках о важном или в школьных музеях. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В начале года принято подводить итоги года уходящего. В госавтоинспекции тоже, что называется, подбили цифры, например, сколько всего произошло аварий и какой участок стал самым аварийным. Занимательную статистику собрал Валерий Седов. Самый аварийный день недели для Рязани – пятница. В прошлом году в этот день зарегистрировано больше всего ДТП. На втором месте этого своеобразного рейтинга – вторник. А самое опасное время для водителей на основе статистики аварийности – с 16.00 до 19.00. По области цифры чуть другие – с 11.00 до 14.00. За 23.00 год, то есть из тех же периодов, у нас произошел небольшой рост количества ДТП на 9%. А в цифрах это примерно полторы тысячи ДТП всего произошло с причинением вреда здоровью гражданам. В которых 166 человек погибли и более двух тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Обозначены и основные причины ДТП. Здесь статистику собирают по двум направлениям – количество аварий в самом городе и ДТП на федеральных трассах. В Рязани на первом месте – несоблюдение очередности проезда. За прошлый год из-за этого было больше 200 аварий, где погибли 4 человека. На втором месте – превышение скорости – 10 погибших. На федеральных трассах регион – это, кстати, самая распространенная причина аварий – 114 ДТП и 15 погибших. А замыкает рязанскую тройку антилидеров – наезд на пешеходов. Наиболее частными, основными видами ДТП за 2023 год являются столкновения и наезды на пешеходов. Если говорить с процентом соотношения от всех ДТП, это получается 53% и 20% соответственно. С участием пешеходов произошло 324 дорожных транспортных происшествий, в которых 41 человек, то есть пешеход погиб, и более 300 пешеходов получили ранения различной степени тяжести. А вот статистика по работе комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Показатели там, можно сказать, космические. За 2023 год сотрудниками ЦАФАП вынесено больше 2 миллионов постановлений по административным делам. Больше всего писем счастья водителям пришло за превышение скорости. Дом зверей устал от переездов. Моя маленькая ферма появилась в Рязани 8 лет назад. Здесь собирали спасенных животных с очень разной судьбой. Кто бывал в этом контактном зоопарке, знает, что хозяева любят и заботятся о каждом его жителе. За время существования пушистые и пернатые переезжали с места на место 15 раз. И вот мечта основателей обустроить для питомцев отдельный дом, кажется, близка к воплощению. Вот он к нам приехал с пристравочной станции. Совершенно лысый от стресса и без хвоста. Хвост у него не отрос, а вот шерстка отросла. Хотя врачи не знали, как его лечить. Потому что известно было, от чего он облысел. А как лечить никто не знал. Ну вот, просто успокаивали его. Просто дали ему те условия, которые он хотел. Пару лет назад, когда наша съемочная группа приезжала в гости на мою маленькую ферму, Джеки выглядел вот так. Тогда он только-только попал в руки Ольги и Дмитрия. Здесь почти у каждого есть своя история. Печальная. У нас более 80% животных действительно подобранные и спасенные с разных мест. Ну, во-первых, у нас есть и кошки и собаки, которые сами нас нашли, пришли с улицы. У нас есть звери с притравочных станций, есть со звероферм, есть с меховых ателье. Есть закрывшегося зоопарка с Перми. То есть у всех очень разные судьбы. Есть, например, енот Надюша, которого спасали 6 лет назад на платном переезде со всеми зоозащитниками. Откуда она появилась, до сих пор мы не знаем. И, конечно, нам нужно развитие, потому что нам, во-первых, тесно. Во-вторых, мы сейчас вынуждены отказывать тем, кто к нам обращается, чтобы спасти еще животных. Потому что у нас просто нет физически мест, куда их разместить. Не в карантине, не в самом помещении. Решение зрело давно. И сейчас, в этом году, самое время его реализовать, говорит Ольга. Мы все-таки решились, что мы должны построить зимнее здание для всех зверей. Сделать им классный выгул, просторные вольеры и гулять с ними на земле. Притом у нас есть подходящее место для этого. Экопарк Поляны. Мы там летом находимся. И там, конечно, очень здорово, потому что мы находимся в лесу. И нам бы сейчас хотелось еще помощь предпринимателей, строительных компаний, архитекторов, дизайнеров, плотников, которые могут нам помочь с вольерами. У маленькой фермы за годы сформировалась большая группа поддержки. Это все посетители, которые приходят в гости к спасенным животным, общаются с ними, радуются знакомству и, конечно, поддерживают материально. А сейчас, чтобы у этих пушистых и пернатых появился постоянный дом в самом подходящем для них месте, такая поддержка становится особенно ценной. Нас любят дети, нас любят взрослые, нас любят зоозащитники, нас любят любители животных. И многие из них стали любителями животных с нашей помощью. Ну а сейчас пришло время выйти на новый уровень. Мы обычно не просим помощи, в отличие от других приютов. Для животных мы самоокупаемы, мы не просим помощи у людей постоянно. Но, с другой стороны, мы не можем заработать на серьезные преобразования, на создание такого большого центра спасения животных. Для этого нам нужна помощь благотворителей. Мы объявили сбор средств, краудфайдинг. Сейчас мы просто по нашим соцсетям это делаем. В феврале мы подадим на Планета.ру и будем собирать средства. Посмотрим, сколько граждан откликнется. Прийти и познакомиться с жителями приюта-зоопарка сейчас можно внести. При желании внести свой вклад в их будущий большой дом в окружении природы. Только представьте, сколько живых существ обретут счастье, любовь и самую лучшую звериную жизнь. Когда мечта о большом постоянном центре спасения станет реальностью. Кстати, если вы еще не бывали в приюте-зоопарке, сообщаю новость. Недавно в моей маленькой ферме появилась новая экскурсия ночная. Большинство зверушек активны в темное время суток. Поэтому посмотреть на их поведение, когда они бодры, согласитесь, очень интересно. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.3w62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова